Да, ну и что, в этот раз по банам неизменно Ронор Гевапа, Ньюбио решили также бить Найсталкера, но убрали Феникса, то есть их действительно сильно корёбило в драке от того, что включается день. Кентавр. Я видел Кентавра, я видел, как он много пользы вам приносил, я вижу Найсталкера, который бежит, там Каут Саленсит, Кентавр нажимает ультимейт, они все убегают, в итоге они убегают быстро, Найсталкер бежит за ними, а команда Найсталкера не успевает за ними. Она бежит, но она бежит медленнее. Ты их неплохо растягивал по драке, потому что Найсталкер-то хотя бы быстро бежит, а вот все остальные не могут им похвастаться. Кентавр реально хорош был, но Тролль тоже был хорош. Потому что видишь Найсталкера, в рамках линии вот этого дабла у них получилось прям все, как они хотели. Троллю вообще пофиг на этого Найсталкера, он просто собирает БФ довольно-таки быстро, если у него хорошая линия, а с БФ у него очень быстро появляется Блокинг Бар. Собрал Блокинг Бар, и Найсталкер там летает, своими ручками машет, и все, Троллю все равно. Ну подбежит он, он скажет ему спасибо, братан, иди сюда, разгоню пассивочку. То есть Найсталкер убежит, не вопрос, он побит как будто другого. Почему Тролль-то на самом деле в игре не самый хороший, и куча коллектив есть, которые умеют против него играть. Но вот они специфический пик берут, который может дать дизейбл, покатить, как-то отодвинуть. Я даже видел Дизраптора, который просто постоянно глипстовал разогнанного Тролля, и он такой типа подбежал-убежал, подбежал-убежал, то есть катался под ракет. Одна из лучших команд, которая реально реализовала нас Найсталкер, это, по-моему, были НИП с PPD, которые, во-первых, взяли Найсталкера под хороший пуш, это было первое условие. Второе, у противника реально было очень много НТ-виков, которых Найсталкер затыкал. Например, был Инвокер, и там все замесы, мы наблюдали одну картину, как взлетает Найсталкер, бежит за Инвокером, и весь замес Инвокер убегает. Причем неважно, что Найсталкер там даже никого не бьет, он просто бежит за Инвокером, и в итоге получается, что третья позиция вырубает первую. Все. Там еще в той же игре был Магнус, который постоянно случайно оказывался. То есть там 33-й летал, не 33-й, этот, Зай, наверное. Зай в Секретах. Ну, значит, 33-й. Залетал постоянно, то есть он не просто шел, как здесь, Найсталкер, по прямой, а куда-то из леса, из-за горы, то есть, вы знаешь, ты не ждешь его, неожиданный Найсталкер, он тебя видит, а его нет, и даже представить не может, что он где-то там. И постоянно какие-то вот косты не срабатывали, потому что ты оказывался вот в этом поле. И как ситуативный герой, в принципе, неплохо заходит иногда в определенных ситуациях, ну, как в Форс Пик, это полный провал. Это можно пикать против команд, которые вообще не пикают по ситуации, которые там планируют брать вот Инвокера, там, каких-нибудь Магнусов или еще других персонажей. Вот в этом случае, может быть, он зайдет, но, камон, тут ВП, Ликвиды, ЕГЭ, неужели они рассчитывают побеждать вот такими Форс Пиками эти команды? Хотя, на самом деле, учитывая, что ВП Рофлет, они их могут победить, если вдруг ВП проведет дальше. Ну, возможно, Ньюби готовили вот этот драфт именно против РНЖ, но если посмотреть сейчас, зашел Бэйн, а Бэйн с Ньюби могут убивать. Бэйн, да ладно, Бэйн, это хорошо против тролля, то есть ты разогнался, опять же, получил сон и все. Стоишь, отдыхаешь. Стоишь, отдыхаешь. Это неплохо, это хороший вариант. И тот, кого бил тролль, просто убегает в этот момент. В конце концов, можно кинуть, кого бьет тролль? Сон? Ты какую-то часть урона, типа, уберешь, а потом тролль обязательно снимет этот сон, атакует. Ну, Микаса вообще нет, это не изменяет себе. То есть он увидел выигрышный вариант против того, что набирают Ньюби, и продолжает это делать. Ну, хороший, да, то есть он хороший, и Бэйну все сложнее и сложнее. Теперь Бэйн в страхе от того, что на него прыгнет Кентавер на стампиде, вбежит Шадо Шаман, у которого два контроля. Как бы Бэйн вроде бы против тролля хорош, но вот Кентавер и Шадо Шаман его хорошо закрывают. Опять же, по пику видно, что РНЖ делаются нормально. По игре, кстати, было видно, что они тоже перестали заниматься этой фигней с мидосами. Возможно, Микаса им там объяснил, что, ребят, ну, как бы, мидосами, мидосами, но иногда можно и пополезнее собрать. Там, видишь, вон, правое стекло снизу уже трещина. То во время игры там ходил, разваливал кабинеты. Ну, действительно, очень хорошая связка и Шадо Шамана с троллем, и контроль Кентавера здесь помогает. Застанил, поймал как-то, а вот тролль, в свою очередь, уже нарезал, если про какие-то выходы с мака говорить. Ну да, самое страшное, когда цель убегает, и самое главное, чтобы у тролля было в команде достаточное количество дизейблов. Если дизейблы есть, тролль себя реализует. Если дизейблов нет, то я часто видел картину, когда тролль там за кем-то бежит, там два форстафа нажимает, герой убегает непонятно куда, и тролль в итоге себя не реализует от слова совсем. Сам лично так бегал по росту, но тролли мне не понравилось. И опять же, смотрите, что мы видим, у Royal Neva Give Up опять два мидера забанены. Это и Viper, это и OD, опять пытаются S3CC связать руки, видимо. Душа, душа, я уверен, что они и в той игре пытались в ход героя выйти, и, возможно, же Лин для них была необычным вариантом. Я не могу сейчас открыть просто список последних игр для S3CC, на ком он играл, у них же в любом еще между собой праги какие-то были, то есть там тоже, я думаю, все выписано, кто на ком что играл. И вот у них есть понимание, что в такой-то ситуации вот они вот какого-то определенного парня возьмут в центр и подводятся к этому, что этот мидер будет вот таким-то. И это их полностью устраивает, потому что у них закрывающий драфт будет. И вот Луна для Ньюби, про которую говорили уже чуть-чуть больше ночи. Это пика, это быстрый бег, это бурст. Это статы. Это статы. Статы — это самое важное. Сейчас просто выклады бираешь. Это пуш для Ньюби, это уже смотрится много лучше в Урсе. Луна — это спасение для Ньюби. Ну, кстати говоря, на прошлой карте, если бы Ньюби вот с тем преимуществом не начали бы жадничать на Мидосы, было бы ли у них больше возможностей, как вам кажется, по той игре, которую мы видели? Думаю, что скорее не с чем, да, потому что Ронер Гео просто отвардились и ставили, выфармливали свои слоты. То есть у тебя не было героев, которые могли бы за это наказать. То есть ты не мог собраться пятером в игре драку, если ты даже покупаешь какие-то слоты Неми Дасы. Ломать ТВ-ратом, спидпуш, как, например, вчера это делали Айджи, они просто не могут. Потому что вчера, например, был момент, где ВП заходит на Рошана, все здорово, на Айджи просто идут, ломают там Медведя уже снизу, Шаман уже в сцене, и ты вынужден все эгеров оттягивать на базу и отдавать Рошана. Там была игра серии «Лина получает стан, Феникс станет далеке яйцо, и все, конец». Там, что бы ни делали ребята из Ньюби, там Мишка очень трудно было добраться до яйца, и Лина в стане. Все, на этом конец драки Ньюби приграли. Это неплохой герой, потому что количество ОЕ пока у Ньюби не очень большое, и наказать за сноубот будет пока что тяжеловато, а если он его успел нажать, то просто можно весь сайлент, сайт сталкера просидеть в шарике. Бэйн вообще вырубился из игры полностью, против Таска Бэйном, ну просто нереально играть, если Таск адекватный, если Таск сильный, поскольку там Dolphin's Grip, он просто прятал в шарик и покатился в этого же Бэйна, его там просто в Warlords Punch и Бэйна нет. Луна нажимает на Эклипс, опять же он прячет в шарик любую цель, заканчивается Эклипс, и они влетают в Луну. Да-да, очень удобно с шариком, что он именно долго длится, если ты его сам не отпускаешь, то он начинает накатываться, накатываться. Таск шикарнейший герой вообще. Но есть и плохой вариант в этом. Ты вкатываешься, а тут вбегает сайлентс. Нет, это ПНЖ, где-то там на 2К рейтинга Таски так и делают, там Дота, ВТФ, знаешь, там, короче, есть 4 игрока, Таск их берет, они приходят, там Магнус Ульт, да, на 2, на 3К рейтинга, это, возможно, приветствуется. И закатывает всех на гору. Но в этом-то и суть Таска, что да, что на хай рейтинге, обычно Таски занимаются другими вещами, кроме как подставляют свою команду, и в сноуболе доставляют их к противнику в лапы. Ну, опять же, здесь выглядит так, как будто на сталкер залетает, земелья вкатывается, а остальным героям, ну, не получится так просто зайти, вот Туск в рамках каких-то файтов, например, там, на подъемах стрек и прочее, можешь просто разгородить драку, и половина героев зашло, половина героев не зашло. И ты не можешь с ними ничего поделать, и опять же играть в той игре вот от яйца, от дефа, то есть минимум около какой-то точки сгруппироваться и дефаться. Так и дети не могут просто... А, то есть отрезать от команды Night Stalker, которая, например, догоняет... Ну, нет, Night Stalker, например, если они играют от первого номера и нападают, Night Stalker напал, земелья напал, ты раз, реку отгородил, и два героя, вот они стоят там. То есть либо тратят какие-то пики форстафа, чтобы заехать в драку, а это для них плохо, либо стоят, ждут, пока Шарли кончится. А вот за это время Night Stalker уже и без Фира остался, и уже без ХП остался, и земелья там погиб где-нибудь. Ну, преимущество пока, опять же, на стороне Royal Never Give Up, и единственное, что есть у Ньюби, это надежда, что РНЖ ошибутся, и Луна с каким-то еще одним кором быстренько сломает все. Это как вот было, допустим, в матче с ВП, когда у ВП все было нормально, все было замечательно, и в один момент они пошли на Рошана. Они там умерли в пятером, и Ньюби забрали Аегис, по-моему, то ли две, то ли три вышки, но две вышки точно было, и Бараки. То есть вот это может быть, и тут появляется некров. Я надеялся на Медузу, если честно. Ну да, Медуза — это спасение. Во-первых, там куча милишников, во-вторых, она тоже бы стреляла, и статы тоже бы зашли, и самое главное — тролльж Метуль, ты же Мишуль, и он замерзает. Это стопорцентная контра против этого героя. А Некровус не опять же против таски. Вообще, знаешь, если, короче, на таске будет бог, вот какой-нибудь там, не знаю, флай, вот в лучшие годы, который там просто божил, он реально, то таск просто выигрывает игру. Ты даже когда косу даешь, по идее, можно успеть, если ты на микро, там, спрятать сноуболы. Ну да-да, то есть парень просто, если купит дайгер, он эту игру может соло выйти. А если Кентавер купит Аганим в Лейте, то Эклипс Луны, Ультимейт Некровуса, все это уходит в Ультимейт Кентавра и все на стороне РНГ. Так сейчас еще против Некровуса могут вас пикнуть героя какого-то полезного. Да, какой-нибудь раскастом, который ему просто... Просто берешь Пугневича. Да, и здорово. Лучший герой на свете. Чисто лайф-дрейн. Ну, а почему здесь действительно побоятся взять Медузу? Большое количество контроля пугает. Я надеюсь, что Ньюби возьмут. А почему они не взяли, я без идей. Некровус не тот герой, который все выигрывает. Мне очень похоже, что просто хотят как-то заулынить за 25 минут, и Некровус... Ну, он хотя бы дает подхилл команде. И вначале он из себя что-то представляет. Я правильно понимаю, что это Некровус Мед? Да. Ну, должен быть. Да. Другое дело, что противник Ласпик, и, соответственно, на нем сейчас могут взять все, что угодно, что его контрит. Вариантов масса. Вот этому тренеру я бы верил. Ну, да. Ну, видно, что когда он говорит, он уверен в том, что он говорит. А самое главное, у него этот перечень заслуг в роли тренера довольно большой. Ну, да, то есть он... Ну, и вот он, пожалуйста, это сильное. Это как раз герой, который будет магическим уроном отлично приводить Некровусу. Так, и он же полностью контрит. Ультимейтом Некровусом. Да. Ты вообще ничего не можешь взять. И Луну. Просто умираешь. И Луна одевается в 6 слотов, он делает из нее иллюзии и здорово. Да, очень сильно, кстати, закрыли сейчас. Да, да. При правильной игре, опять же, это сочетается и с Кентавром, это сочетается и с Тускром. Там такая жара. Если они будут делать все правильно, то тут вообще без шансовочек, минус за 20. Ну да, главное правильно все делать, потому что у них все-таки пикс сильно уходит на исполнение. В этот раз даже этот... Дверь не стал закрывать, просто вышел. Нормально. 2-0. Да, 2-0. Уверенный 2-0. Неуверенный. Бользу РНЖ. Тут, ты тут сам видишь. Матч-виннер. Да, уже париматч поддержит вашу точку зрения, что в этом матче побеждает РНЖ 2-0. 1-45 на это и 2-62 на Ньюби всего лишь, при том, что им надо отжимать эту карту. Вы когда говорите 2-0, вы прям исключаете фактор фида, а его никогда нельзя исключать. Не будем исключать фактор фида. 1-99. Что же, фактор фида, будет он или нет, мы сейчас узнаем на этой карте, но до этого напомню вам, что мы всегда поднимаем щиты за безлимит. Болейте за любимые команды с самым лучшим безлимитом интернетом от Мегафона. Ну а мы передаем слово нашим комментаторам этот джем и Майлшторм. Я никогда не исключаю фактор фида. Я всегда держу его в голове и готов выпустить в любой момент. Я регулярно это делаю, и за это меня многие не любят, что поделать. Но если честно, как по мне, первая игра оставила очень хорошее впечатление о РНЖ. Они, может быть, немножко подслили начало, но это было совсем не критично. Зато потом в мидгейме они так здорово начали игру выравнивать и очень уверенно закончили. А все проблемы Ньюби были налицо. Ну и, как ты вот отметил, Микаса впервые улыбающийся выходит из кабинки. Причем, обычно он, когда выходит из кабинки, он еще что-то продолжает говорить, какие-то наставления с таким сгрозным лицом. Прямо вот видно, что максимально уверен в своих словах и держит в тонусе всю команду. Но здесь он действительно пикнул из Шаду Демона последним пиком, и вот такой максимально уверенный в себе выходит и ты даже сразу же закрыл дверь. А что сказать? Ты даешь ульт на Некрофоса и все, и он ничего не может сделать. Юл не собрать, гошрауд не нажать, надо собирать БКБ, это максимально ущербно, потому что в БКБ у тебя гошрауд опять же не работает, зачем ты вообще нужен, если у тебя нет гошрауда, непонятно. И это очень плохо. Ну, это очень плохо для Ньюби, при этом это замечательно для РНГ, и здесь все вопросы только в том, сможет ли Сетсу себя показать. А, у нас Мид Найт Сталкер получается, да. Почему? Сетсу уже вроде как... А, ты имеешь в виду у Ньюби, да, возможно. Потому что С-Трипл Си. Не знаю, планировалось так или нет, возможно, планировали, что сыграет он и на Некрофсе, но увидев Шадоу Демона уже как бы... Ну, Мид Найт Сталкер, по-моему, был уже Мид Найт Сталкер, я, честно сказать, точно не помню, но что-то такое всплывает в моей памяти. Я имею в виду в ближайшее... за ближайшее время на последних картах. В свое время это, конечно, Мид Найт Сталкер, да, это мы помним все. Да, это было. С-Фо на Найт Сталкере в Alliance. Ух! Ух! Вспомнил бородатые времена. Между прочим, кстати, мало кто помнит, что на третьем интернешнле, да, вот этой вот супер-мега-карты с камбэком от Alliance, там была очень жесткая карта с Найт Сталкером, когда он как раз за первую-вторую ночь сделал игру. Ну да ладно, 2-2 ваунтируны. Да, сейчас, я думаю, Алды в чатике пустили скупую слезу по тем золотым временам, Alliance, там... Факер где-то тоже там поддержал тебя. Там было реально жестко, потому что все помнят только пятую карту, где... или четвертую карту, где Na'Vi уже вели и проиграли, но на самом деле там было много. Там вот была карта уверенная Alliance Сталкером. И сейчас попробует СТЦ повторить успех. Ну, здесь RNG. Вот довольно интересная вещь, вот посмотрите, RNG занимаются тем, что они блочат крипов, чтобы они зашли под вышку, чтобы линия толкнулась в их сторону. Почему-то, вот я такой, ну знаешь, минутка боли, да, почему-то у меня в паблике мой кэри постоянно тоже так делает. Вот не надо, пожалуйста. Ребята, видите, что происходит? Вы должны блочить крипов только в ситуации, когда вам нужно вот так вот линию оттолкнуть и, как правило, это выгодно только оффлейнерам. Посмотрите, что происходит. линия... Ну да, вторая пачка уже подошла и вот сейчас линия запушится максимально далеко в сторону команды RNG и, я думаю, монетам без проблем все это зафармит. Просто вот это вот, о, а я видел, что там в 2007 году хвост блочил крипов, я тоже буду. Ну, я думаю, как раз это основная причина для многих людей, потому что они привыкли к тому, что все так делают, как бы, давай просто будем блочить крипов, потому что мы можем. Все. Очень неплохо, чтобы основная причина для многих людей была логическая работа мышления. Мозга. Это реально было бы лучше. На самом деле, потому что Dota такая игра, где показывают нам раз за разом игроки на турнирах, что даже самые там какие-то устоявшиеся шаблоны могут не работать и можно просто там брать луну на саппорта в финале мейджора и выигрывать игру за 15 минут. То есть Dota, это как раз идеальная игра для того, чтобы вот эти вот шаблоны разбивать. Это игра, где может сработать все, что угодно. Если ты понимаешь, как это работает, если ты все продумал. Это правда. У нас Муги очень неплохо начинает фармить. У него пока потрясающая ситуация. Как и у Шадоу Демона на миде. Да, Шадоу Демон там просто отлично показывает тоже результат. Немножко проседает Насталкер, но это ожидаемо. В принципе, здесь в это время на топе драка вкатываются у нас на Кентавра. Флайбай дается нам по двоим. Нужно еще парочку ударов кинуть. Муги пошел на перехват и это будет первая кровь для команды Ньюбе. Отлично. Потом свое возьмет. Так, Ахфу. Охотник на Курьеров. Кстати, Курьер уже идет. Если сейчас потеряют Курьер, это будет так плохо. Да, это вдвойне будет неприятно для Насталкера. 20 секунд до Грейда. Да, и вот сейчас нужно. Нужно прямо... Нет, он хочет разворотить. Он сейчас увидел. Он же не знает, что Курьер здесь. У него нет. Я почему-то думал, что прошу прощения. Но он уже немножко... Что ты делаешь, Ахфу? Эх, проморгал. Я тоже проморгал, если честно. Он заметил, не заметил. Возможно, как бы в курсе, что уже идет Курьер, но, видимо, предпосылок никаких не было. Ну ладно. Не получилось, а не получилось. Не страшно. Не будем ушать. Обидно, но действительно, да ладно, потому что Тролль продолжает фармить, а Некрофос не фармит. Он только подрубает Гошраут и отступает раз за разом. Да, еще по лицу прилично так получается. Спокойно выходит вперед Ланэм. Позволяет себе ему... Позволяет... Дает себе возможность разминяться по ХП. В это время сеточку там сбивается. Атак Фу попытается забрать сейчас Некрофоса. Будет еще один Деспульс и в итоге он живет. Не удалось его здесь забрать. Была перетяжечка, если что. Да, он в итоге на фэри-файре там на Деспульсе вышел. Таск. Герой, который был ферст пиком у нас буквально пару патчей назад. Не сильно-то его меняли, но постепенно он вышел из моды. Причем, как всегда, совершенно не заслуженно, потому что герой остался достаточно сильным и вот сейчас у нас РНЖ про него вспомнили. Я уверен, что Таск еще вернется и будет появляться. Просто распробовали такого героя, как Чен. Вот тоже. Никто ведь не брал, а Чена даже еще и немного, на мой взгляд, подрезали. У него даже Дивайн Фейвор этот был поинтереснее в прошлом патче. Ну вот, Чена распробовали. Сетсу. Кстати, дабл дамедж имеется у него. Уже 300, как там накинул Шадоу Пайзона, 4. Пятый попадет, может быть, фраг. Так не попал. Сюда перетянулся в Эйксе. Пятый есть, так, Яда. В итоге 800 урона в лицо отхватывает Найт Сталкер, но, правда, сам Сетсу тоже отправляется в таверну, но в любом случае неплохо. Да, я думаю, что это хороший размен, потому что Эрспирид, конечно, взял Экспы, но Шадоу Демона получил за медового Найт Сталкера. Это нам показывают. Ньюби больше заработали. Да, мы видим, что Эрспирид получил больше. Интересно. Но экономика Доты, ее всегда просчитать очень тяжело. Так, ладно, игра продолжается. Шарды неплохие залетают по фейту, набегает Мане, есть Тег Тим, топорики раскручиваются, баунти руны появляются, все-таки правильно решение, конечно, принимает РНЖ, что лучше законтролить баунтосы. Правда, Ланэму отдадут, судя по всему. Он, конечно, выиграет время, там, на сноуболе покатается, но тут еще один удар нужен, и Таск отправляется в таверну. Так что по итогу по баунти я не успел. Да, на топе забрали также РНЖ и должны были порвно, по идее, поделить. Сейчас. Тем временем Вейкси перетягивается на мид. Нормально у него. Такое нечасто, конечно, увидишь, но я думаю, это только в начале игры. Ну да. Просто большую часть золота он получил за фраги. Постается проблема, есть с ФТП, его тут втроем попытаются быстро забрать, да, и это удастся сделать. Прилетел Таск, но немножко уже поздно. И в итоге мидер команды РНЖ отправляется в таверну. Тут Сетсу сыграл очень агрессивно. Втроем на него вышли, забрали. Конечно, Шадоу Демону нужно играть тоже достаточно аккуратно. Это хлипкий мидер. У него есть подсейф, в отличие от Лины, в виде дезрапшена. Вообще здесь два подсейфа, есть дезрапшен, есть еще Сноубол Таска. Да. И слушай, продолжают давить у нас Ньюби, и перетягиваются сразу же на топ. Хотят подраться ночь на дворе. Найтсталкер остался в миде, продолжает фармить. К ним, кстати, в гости уже наведался Ланэм. И, возможно, это будет ответный фраг. Попытаются миде разобрать команды Ньюби, но Найтсталкер такой плотный, его не так-то просто пробить. Там три стака яда видел, заслипали тем временем на Сетсу. Четыре стака, урона немножко не хватило. И С-3 после убегает. Выживает. Хотя, да. Все. Ну, основной урон у Шадоу Демона это стаки. То есть пять стаков это фраг, но четыре стака это недостаточно. Четыре недостаточно, да, мы видели. Как раз пятого не хватило, чтобы забрать у нас. Найтсталкер здесь. На линии продолжает стоять терпеть некров. Скупил себе уже Брайсерочек. Также продолжает фармить Мане. Отводы делаются. Еще и лесные крипы сверху. Ну, у тролля здесь просто все замечательно, как и в прошлой карте, в принципе. Думаю, так же будет, наверное, собираться через БФ. Никаких мидасов мы не увидим. А тролль это классный герой против Луны. Садится на нее верхом. А Луна не любит таких персонажей, которые, ну, типа Джаггера, типа тролля, которые вот просто бегут за ней и... У Флайбая проблемы. Да, там готов раскастовывать уже ультимейт Муги. Возможно, было не тратить, мне кажется, и так бы забрали. Наверное, да. На верочку решил просто сыграть. Ну, опять, 5-1 вроде Ньюби ведут. Ну, хорошо, а что дальше? Нужно смотреть в мидгейм. Как будут себя показывать? Мидас пошел на Луне. Оу, кстати, довольно быстрый мидасик получается у нас. Неплохо. 7.30? Да. Ну, если посмотреть вообще на статистику Ласхита Луны, у него 43 на 23. Отлично себя чувствует. И Нетворс у него побольше, чем у тролля на данный момент. Да, только посмотри на его раскачку. Да. У него тот самый, самый непопулярный вид. То есть у нас есть раскачка через ауру, чтобы там силовиками давить. Есть раскачка через глейвы, чтобы фармить. У него раскачка через бим. Боевая такая, скажем, максимально адаптированная для того, чтобы драться. Ну, наверное, сейчас уже прям нужно начинать глейвы качать. ему могут драться, потому что здесь опять поставляется флайбай, набегает С-Трипол Си и в таверну отправляется в очередной раз кентавр. Неплохо. 2000 уже преимущество за Ньюби. Сейчас еще и тавр можно забрать. Там параллельно где-то забрали у нас с Бэйна, но не страшно. Саппорт можно, ну, неплохо. Ну, опять же, как и в прошлой карте, пока дела у Ньюби обстоят, приятно смотреть. И ничего критичного для оранжи. Ну, это тоже верно. Но, опять же, Медасика, мне нравится, что он успел себе все-таки выформить. И дальше сейчас у него дела, я думаю, понотворство пойдет в город только. С такой раскачкой определенный Медас нужен. И Медас поможет выйти дальше в эти глейвы. Пока непонятно, что будут, как будут отвечать оранжи. Но лейт, перспектива у них шикарная. Тролль фармит, Shadow Demon держится хорошо, немножко просел кентавр. Вот это самая главная проблема на данном этапе игры. Как-то вернуть кентавра в игру. Вот ему отдают даже центральную линию, чтобы он там постоял. Икспы немножко покушал, у него четвертый уровень. Shadow Shaman пробежался по верху, по низу. Но при этом, кстати, удивительно, что вот для такой карты передвижений у него 0-0. Да, даже асиста нет. Вот это тоже странно, согласен. Он везде побегал, но ничего не сделал. Так, ну и Вейкси, который в прошлой игре для тех, кто не читает Twitter, купил себе за три минуты до конца игры Медас, что уже как бы сомнительно, потому что можно купить какой-нибудь глиммер, например, для подсейва Луны. Более того, за эти три минуты он, как нам сообщил... Лина, Лина. Лина была в прошлой карте. Да. Ну, а ты сказал Луны. Ну, не важно. Не суть. Вообще не суть, хоть Медуза. Он этот Медас ни разу не заюзал. Так, очередная битва за баунтируны прямо сейчас, господа. Давайте смотреть. Забирай себе две Ньюби, подставляется опять Бейн, и это будет фраг очередной в копилочку команды РНГ. Отлично. Причем Флайбе забрал, которому действительно очень нужен этот фраг. У тролля, потому что в полном порядке игровая ситуация, ему от этого фрага мало что изменится. А вот Кентавру каждая монетка очень-очень нужна, и он прям доволен. 6 на 3, 2000 преимущества Ньюби, они все еще на верхней линии, подфармливают, подпушивают потихоньку. Вот сейчас, кстати, приятно, можно съесть катапульту Медаса. Да, что, собственно, и делает Муги, все правильно. И своя катапульта довольно быстро Тавр разобьет снизу. Будет драк, видимо, да, снизу подцепили опять через утимейт Бейна у нас тролля, а еще и косой сверху накрывает. Как же приятно сейчас Ньюби здесь отправить тролля в таверну вот так. Да, ну а тролля это очень хороший фраг, он не успевает подрубить свой ультимейт, чтобы как-то пережить. Мне сначала показалось, что это таск, но нет, тролль это очень круто. Да, да, да. Посидит в таверне, отдохнет, подумает, сделает работу над ошибками, а мы тем временем подпушим немножко Т1. Почему бы и нет, есть катапульта, на линию возвращается у нас Кентавр, в шестой левел наконец-то он получил, забирает на себя крипов, а говорит, но катапульта все еще бьет, бьет также и вейкс, и бьет также и микрофоз здесь, там в мид передвигается также шадоу шаман на пару сетсу, но уходит в итоге. Пока что Насталкер, день на дворе. Что, змейки под вышку будут? Ну, есть там пида, попытаются, нет, в итоге ничего не попытались сделать, тут фейт опять же на себя отвел все внимание команды РНЖ и погибнет он, скорее всего, потому что уже летят шарды, есть ноу-болл, да, не отпустит Бэйна, но вот опять же тратят время на него, чтобы команда отступила. Флайби получает еще один фракт, тем временем нападения на шадоу демона, который очередной раз ошибается, были поставлены змейки и вышка при этом устояла, луна еще успевает заданает тавр, очень крутой отрезок сейчас для Ньюби, они выходят в массовые медасы, при этом продолжают давить, у Муги уже 5500 нетворсов, еще и шадоу демона более чем на тысячу, С3С скоро будет с медасом, как и в Эйксе, и вот так вот в три медаса, а глядишь, там у уникрофоса появятся, очень могут серьезно оторваться. Денайл Тауру, да, Ланэм отлично сыграл здесь, не отдал еще деньги сверху, но пока все неплохо, 3000, это опять же, не сказать, что прям супер-мега много денег, можно все это отыграть, но тролль довольно сильно просел, ты прав, абсолютно, нужно еще пофармить. Он прямо за последние пару минут очень сильно отстал от Луны, то есть они шли вровень, и тут бах, и тысяча. Родофад, все-таки никаких у нас тут не будет. Так, у нас смаки разбиваются и стоят с другой стороны, направляются у нас РНЖ на нижнюю линию, я так понимаю, попытка будет выйти вот сейчас в Эйксе забрать, но в Эйксе прячется пока что в лесах, и в спину могут им, кстати, выйти сами Ньюби. Очень опасная ситуация для РНЖ, если сейчас они ошибаются в своем выходе, то... Вот, нашли Ахфо, сразу же два один ультимейт, пока что потратили, возможно, будет второй, да, косы еще сверху накрывают, и все, отправляется в таверну у нас Shadow Shaman, можно подцепить еще Shadow Demon сейчас, вчетвером тут погоня за Сетсу. Да, Сетсу что-то вообще, он Шамана не подсейвил от косы, сам погиб, минус 2-4 тысячи, Мидасы работают, при этом он сам пытается сделать Мидасы, непонятно, когда он вообще сделает. Слушай, это прям... Что-то пахнет Т1-1 пока, если честно, такими темпами. Если каким-то, я не знаю, всеми возможными способами Ньюби сейчас не закинут, не начнут фидить, по одному бегать, потому что пока что у них все очень хорошо. Мидас продолжает работать у Мюги, по КД. У Луны уже третьей Глэйвы, то есть она и фармит быстро, и Мидас ей помогает, естественно, тролль, кулдаун эфишнси 95%. Да, да, да. Тролль, которому потребуется большое количество пространства со своим БФом, а в такой ситуации пространства у него будет только меньше в игре, и БФа все еще нет, он не может тягаться с Луной. Это очень такая подвисающая ситуация. Хотя лейт перспективы все еще хорошие. Тролль, это сильный кэрри, есть Shadow Demon, который, во-первых, выключает Некровса, во-вторых, может сделать иллюзии Луны, и это очень здорово. Но пока этого всего мы не видим, и вот сейчас Флайби, у которого было очень плохое начало, который как-то на фрагах в лесу смог приподняться и взять себе Блинкдаггер. На него вся надежда. Так, еще один Мидас появился для С-Трипл-Си тем временем, и теперь остается дождаться ночи только, которая совсем скоро будет. Смог в это время разбивать с очередной от команды Ньюби, не видели его РНЖ, и Ньюби идут в верном направлении, в сторону топа. Сейчас могут найти либо Таска, как вариант, вообще в идеале бы, конечно, найти тролля и опять отправить какой-нибудь косы в таверну. Но коса еще в откате. Баунти руны. Да, поймали здесь у нас Таска. Таск успевает собрать баунти, но погибнет сам. 3-1 по баунти рунам, и Таск еще для Радиент. Да. Неплохо. В любом случае, Мидасик нам работает все еще в Экси, пробежался по лесу, съел Крепочка. В миде сейчас увидели Сетсу. Может быть, через Ультимейт Бейна удастся подцепить как-то. Да, Сетсу очень хочет выйти в Мидасу. Можно? Он в таверну также хочет выйти, судя по всему, потому что уже набегает и Найсталкер. Есть Стампиды, конечно, но толка от этого мало погибает. Ну да, ты когда будешь в Экси Бейна... Куда бежать-то? В Стампиде некуда, да. Вот. И в итоге это еще один минус от Ньюби, это уже 5000, и Катапульта идет, Крепы идут, и можно еще и Тавр такими темпами забрать. Нет? Не хотят. Там вниз перетяжка идет, сейчас будет драка по Т2 нижнему. Команда Ньюби. Поставили Змейки, здесь начинает фокусить, я так понимаю, С-Трепол Си. Нет, не С-Трепол Си, это Вэкси, прошу прощения, но и Флайбай здесь забирает С-Трепол Си, который добежал. Очередной ротов Атос заберут, ах, фу, боже, ты видел, какие куски отрывают просто от Шадоу Шамана. Ну это Сталкер с центральной линией, все-таки у него второй ультимейт, и там урон нешуточный. Фейзы, Мидас, скорость атаки хорошая. Все очень круто у Ньюби. Я, если честно, даже не ожидал, что настолько круто у них пойдут дела. Три Мидаса работают, в то время как у РНЖ, по-моему, все еще нет ни одного. Луна фармит 8700, 7400 тролль, Найт Сталкер только-только начинает, но это нормально, вторая ночь, и он только начинает передвигаться по карте. Вначале он получал максимальный уровень, и он за 16 минут получил 12-й, это очень неплохо. Ну просто обычно мы видим где-то на боковой линии, где он делит экспириенс, а здесь он все в соло получал. Там Яша в наличии есть уже для Муги, дальше будет БКБ, Мидас продолжает работать по кулдауну, отлично все делает. Луна здесь, но пока Ньюби не ошибаются. Там в Миде толкают линию. В наглую бегает Таск, слушай, Таск сейчас нет, куда он там, за курьером, наверное, не догонит его, он просто бегает здесь в инвизе, поставит Вижен, возможно, какой-то? Нет, нет Вижена, нет Вижена у него, да, ну тогда не знаю. Просто бегает на какой-то разведке, может быть, крип скипнет сейчас или просто постоит, даст какую-то инфу, но какая инфа? Тут и так все видно. как бы так все видно, все игроки на линиях. Ну ладно. Очень тяжело оранжи, они просто не могут, вот им нужно хотя бы пару артов получить, чтобы куда-то выйти, что-то сделать, какой-то уровень. Ну, Shadow Demon 10, Stalker 12, колоссальное отставание по уровню, по золоту 5 900 против 7 400, а у Луны вообще 10 300. Что делать? Непонятно. Микаса улыбался, но, возможно, сейчас у него немного другая гримаса на лице, потому что его команда летит. Причем, в отличие от первой игры, ничего не под контролем. Да, и тем временем там Т2 на топе уже ломают, очередной смог разбивает Ньюби, готовы перемещаться в сторону своего леса. Курьера летит прямо в лапы Таска, разминулись здесь. Это довольно важный момент, потому что сейчас этот Курьер должен был дать понятие, что Ньюби находится сверху, и что они перетягиваются как раз вниз. Ну, успевают, успевают. Там очередные змейки поставлены были на Т2 внизу, и должны они справиться с Таваром. Не успеют, скорее всего, уже никак. РНЖ здесь. Ну, и в рассыпную просто у нас... Прошу прощения, не успеет Ньюби, а в рассыпную РНЖ, и на этом все, Тавар упал. Пофарм, тест-реполси. Змейки приятно. Денай. Ну, ахфу, ну, что быть, почему? Ну, это же не фейт. Это фейт, мы обвиняли в том, что он не контролит ничего. Это же очень просто. Ты видишь, по какой соперник делает тычку, и моментально направляешь... Там Найт Сталкер даже с такой скоростью атаки не успеет. Это... У меня неделю назад против меня просто на 3к паблике так Шадоу Шаман делал, я ничего не мог сделать, не мог разбивать эти змейки. Ну, странно, просто это же дополнительное золото в ситуации, когда вы и так летите 6к. Они, конечно, не знают, что они летят 6к, но они прекрасно понимают, что они отстают. Они уже летят, и вот 573 голды отдал. Уже? Да. А это только начало игры? И причем, большая часть как раз-таки досталась Найт Сталкеру. Всего лишь одну змейку зафармил Бэйн. 16 змей, это он зафармил почти 2 пачки. Ну, то есть всего 20, да, в 2 пачках. Он зафармил 16, 3 четверти из 2. Как-то так. Ладно, 7000, БКБшка готовая. Наконец-то есть у С-Трипл Си, осталось себе только донести. Бим Кулдаун берет себе талант, в итоге Луна. Да, 15 силы Сталкер и еще и Луна с Пасивой. Сейчас очень много сил у Сталкера. 1.5 на Ньюби 2.48, ну да, я согласен, что после первой карты как-то все-таки не верится в то, что Ньюби прям легко закончат, но ситуация у Оранжи тяжелейшая. Так, у нас на топе возможно будет фраг, потому что здесь бежит Фейт, и да, дотянулись до него топориками. Не отпустят его, конечно, здесь погибает в итоге Бэйн. Прилетел еще и в Эйксе. Летит сюда также и Найт Сталкер. вообще как-то вот, знаешь, вчера даже если взять все матчи даже в нижней сетке, такое большое внимание уделялось Баунти Рунам, и вот именно контролю даже не Баунти Рун, а было понимание у команд, что Баунти Рун, за них будет бороться соперник, там можно сделать засаду. Здесь просто легчайшая засада и Фейт подставляется на 20-й минуте. Две Баунти Руны достается команде РНГ. Причем забавный факт, что РНГ не оступили, они разбили смок, ждали пока возможно кто-то упадет вперед, и сейчас на развороте могут кого-нибудь подцепить. Ой, Вейксе, в какой позиции он находится, они вообще не понимают где он, а он сидит... Что произошло? Великолепно. Он даже сейчас и не увидел, что он развеял смок. Он так вот. Он просто стоял здесь. И причем видно, что РНГ все еще в замешательстве. Ну, не поняли, что произошло. А Вейксе просто отошел кофе налить. Он как бы... Да. Слушай, на Рошана заходят сейчас РНГ, поставили змейк, успеют сюда подтянуться по идее Ньюби, если захотят подраться. Единственное, что нет ночи. День сейчас на дворе и ультимейта нет у Найсталкера. Вейксе все палит. Он спалил смок, он спалил этого Рошана. Так он сейчас еще не дает его забрать, потому что закинул камушек и решили РНГ просто отступить от греха подальше. Еще один смок разбили. Возможно, попытаются выйти в спину, но их здесь уже готовы встречать Ньюби полным составом. Вейксе опять идет вперед, разреверил смок, есть стан, врывается Кентавр, пошел ультимейт от Муги и в рассыпную РНГ просто бежать. Есть коса, Кентавра засейвили. Хорошо, все еще живет. За косы его не забрали, но Сетцу погибает. Ну и Флайбай тоже не отпустит. В итоге это минус 2 от команды Ньюби. Отличная драка просто. Убегает отсюда Таск, за ним погоня от Найт Сталкера. Ну и это еще плюс Рошан сверху, который сейчас достанется команде Ньюби, потому что Ньюби еще забирает Доблдамидж здесь и Луна уже, Луна заметила, собирает этот самый артефакт, который полюбили в последнее время собирать. Это Аганим. Аганим, да. Вчера мы видели силу этого артефакта, то есть это колоссальный магический урон с Найт Сталкером. Ты вешаешь на него, он залетает во врага, раздает кучу урона, при этом еще и можно взять на 25-м подстан, чтобы там не выпускать оппонента. Это очень крутая штука и не совсем понятно, почему только сейчас до этого дошли. Ну, в Эксе, вот Ньюби в целом сыграли лучше, но в Эксе сыграл еще лучше, чем в первой игре. Это просто, ну то, что он сделал за последние пару минут, это настолько круто. Казалось бы, человек стоял в одной точке. Ничего не делал. Но он был полезен максимально. для команды. Но он сделал все, он развеял смоук, спалил Рошана, после этого разревилил еще один смоук, получил в себя половину урона, дал Луни раскастоваться и команда подошла. Но это, это игра высочайшего уровня. Вот это умение не сделать, казалось бы, ничего, но на самом деле сделать все, что нужно. Да, сделали минус 2, тем временем очередные Ньюби. Заберут сейчас Т2 по миду, там также пушится линия по нижней линии, тоже заберут. Скорее всего, Т2. Рожа легли фортификации РНЖ, в наличии Аегис, готовы драться. Буквально тысяча голды остается у Могида Аганима. Псущие копеечки. Можно переместиться на нижнюю линию, Тауэр тоже, там уже вплотную крипы, работают над тем, чтобы его заболвать. Довольно битый, тем более, буквально пару ударов. Ну и все, 14 тысяч на 24-й. Да, и Башар уже в наличии есть для С-Трипл-Си. Сверху, и вот Аганим, я так понимаю, практически готов для Луны. Там на топе. Тосом подцепили. Кстати, тролля будет неприятно, если сейчас тролля накроют еще и косой сверху. Ой, как будет неприятно. Вкатываются на Мане, Мане дерется до последнего, пошла коса, и Мане отправляется в таверну на 82 секунды. И байбэка у него нет. Причем он не ожидал, ну на 25-й минуте уже вроде бы как можно начинать оставлять, но по-хорошему ты не рассчитываешь, что вот прям тебя заберут фактор Некрофоса. Коса, 70 секунд, байбэка нет за эти 70 секунд. Ну, я бы сказал, что можно снести что-то, но да, они дойдут, наверное, до хайграунда, но тут попытаются, наверное, позащищаться как-то. Минуту времени, в принципе, можно выиграть. Единственное, что у них глифа нет. Это огромный минус. Там в миде у нас драка, врываются на Ахфу, и не должны отпускать Шадоу Шамана. Да, еще тут камушек залетает от Векси, и Шадоу Шаман отправляется в таверну. Вот он, Аганим наконец-то долетел для Муги, подцепили флайбай еще, и какой-то фитфест устроили ренжи прямо по одному максимально. тут, на самом деле, фейт просто забожил по итогам, потому что он зашел, он стянул на себя двух героев, в итоге одного там пока забирали, он во второго ультанул и сыграл круто, но это скорее следствие огромного перефарма. Вот перефармливая 16 тысяч, пока тролль сидит в таверне 70 секунд, ты можешь вот так. Ну, слушай, такими темпами сейчас будет минус линии, потому что там луна, там нет глифа фортификации, сейчас упадет, если т3, то это сразу минус бараки. Хороший у димет, залетает Саганима, продолжает просто дамажить нереально, и погибает, также еще и сетсу сверху, это минус 2 сетсу, сделал байбэк, и good game, well played, пишут игроки команды RNG. Вот так. И вот вам С-Трипл-Си, почувствуете разницу, вот мы его критиковали в прошлой игре, конечно, да, там реакция, но объективно. Лина персонаж ошибся один раз, второй, третий, все, проиграл игру. Night Stalker персонаж, который, ну, на котором и ошибиться сложнее, он просто летит вперед, он танкует, и вот, пожалуйста, совершенно другая игра, полная доминация с самого начала, и на этот раз, вместо того, чтобы как-то вернуться в игру, RNG, наоборот, ее полностью потеряли. С-Трипл-Си. Да. Ну, видно, что максимально такой, знаешь, на экшене парень после того, а Фэйт еще играет. Ребята, тут еще по контролю немножко. Да, отличная игра. Я думаю, не ожидали такого RNG, что их вот так вот за 25 минут просто задавят, катком по ним проедутся. Я думаю, ни RNG, ни сами Ньюби даже не ожидали, что все пойдет настолько хорошо. Ну, потому что ты можешь себе представить, что да, ты можешь там вначале поддавить, но что ты вот просто задоминируешь соперника и вынесешь его буквально со старта. Что сделали саппорты команды RNG? Вообще ничего. Shadow Shaman что-то походил, ничего не сделал, ни одного фрага, просто пробежал всю карту впустую, после чего он офидил змеями Найт Сталкера, позволив ему и Мидас собрать быстрый и все остальное. И, ну, полный провал от RNG. Вот он, фактор фида. Фактор фида, кстати. Димон-то шарит, Димон все знает. Ну что ж, более подробно об этой игре студия-аналитики. Подробнее действительно про фактор фида расскажет нам чуть попозже Lost. Действительно, у RNG все выглядело на бумаге достаточно уверенно, но по итогу уверенные решения Ньюби и хорошее исполнение привели к тому, что 1-1. Хотя мы Ньюби, если не хоронили, то уже явно выбирали надгробие покрасивее им. Ну, что скажете, уважаемые аналитики, у вас все-таки давай ты, фактор фида, это то, что то, на чем закончил ты, возможно, ты начнешь тогда анализировать увиденную карту. Хорошо. Ну, в общем, в прошлой игре, если вспомнить, RNG тоже фидили. В прошлой игре тоже стартовало так, что у Ньюби было довольно-таки хорошее преимущество по фрагам. И проблема прошлой игры была в том, у Ньюби, что им было очень трудно пойти за форси драки. Это опять же все было из-за Урсы. Здесь мы видим, что немножко другие герои. Здесь Луна с Некровством. Одна очень хорошо бафает свою команду и хорошо бит по вышкам, а второй отличный хилит. И в данном случае RNG повторили успех прошлой карты тем, что начали фидить по линиям, а Ньюби в этот раз просто пошли и начали аккуратненько забирать решение поставить Найт Сталкера в мид. Это хорошо. Это хорошо. По линиям вообще все замечательно получилось. То есть не стали ничего РНЖ придумывать, как-то свапаться, что-то сильно менять. Хотя могли бы попробовать подвигать героев, но посчитали, что и так все получится. И в целом там и Шадош Демон вроде бы поддавливал этого Найт Сталкера и что-то делал, но вот в итоге были у нас большие надежды именно на Тускара. Он очень плохо сыграл, ничего не нажимал, не прочувствовал тот момент, который все четверки сейчас должны хорошо чувствовать, то есть не находился в нужное время в нужном месте. То есть обычно смотришь, там два сапота снизу пропали. Они сейчас выйдут на центр, уже ТП-шни Т2, стоишь, ждешь, караулишь. Сейчас они выйдут и вот уже тут на месте спасаешь. Тут ни разу вовремя не оказывался в нужном месте, в нужное время из-за этого, конечно, и что-то Демон подфидел довольно плотно в итоге всю игру просто пытался выформить Мидасу, вот эти вот полторы тысячи для него недостижимая цифра оказалась. И Кентавр много раз, то есть там сжал ультимейт, когда герой например Финсгриппи держит. Толку никакого, ультимейт потрачен и так далее. То есть как будто бы вот они потерялись, чего-то не смогли сделать. Либо у них был какой-то план по игре, допустим, Микасный там рассказал, теперь ребята делают так-так-так-так, вот у них план был, они его придерживались. План был формата змея есть, ставишь на вышку, змея есть, ставишь на вышку. В итоге любой тимфайт змея нет. И ты фидиш, 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 фидиш. Но мы еще видели, что отмечали это комментатор, даже что змейками не динаил основной игрок. Все так, что вдвойне странно, учитывая, что Шадо Шаман вообще с его региона приехал, вместе с ТАКФУ обычно. То есть у них весь регион, что не команда, у них лучший герой на весь коллектив, каждый из пяти сыграет, это Шадо Шаман. И странно, что вот он ворвавшись в Китай, вот получив этого Шадо Шамана, не отыграл, так как он играл у себя дома. Ну смотрите, начинается игра, оранжи видят, что СТЦ берет на себя Найд Сталкера и понимает, что он идет в мид. Был ли шанс вот с этим вот пиком что-то изменить и поставить на мидлейн кого-то другого? Я контроля поставил. Сделать-то может было что угодно, но даже так, как было, можно было не менять. С топориком, у него много брони, он прекрасно добивает и получает вообще все. То есть против Найд Сталкера от роли стоять комфортно. А Шадоу Демона куда это выдевать тогда? Куда угодно, с Кентавром поставь. Дизрапшн, стомп, да, и поехал. Ну, то есть отличная синергия, отличная линия. Вообще, опять же, можно было ничего не менять, то есть чуть получше бы сыграли Сталкер и там несколько раз Бейбер Бейбер не успевал спасти этого Найд Сталкера. Лишь бы вышел там с счетом 0-3 каким-нибудь с первой ночи. Момент со смоком вообще был эпичным, когда пять героев бежит, они пробегают все это время, стоит один герой в лесу, он их всех спалил, может быть, даже он этого не понял, а они побежали дальше и не смогли его найти. Это вообще было эпично. Да, четверка у Ньюби играет отлично, в Эксе просто показывает отличную доту сегодня. Ну, он и в первой игре, я поставил им 6 из 5 и здесь, поднимаю до 7 из 5. Я бы даже предположил, что Ройл Невгива по земелью-то забанит на следующей карте, потому что очень много работы действительно выполняет именно эта четверка. Большая роль у него в победе Ньюби. Можно либо забанить, либо забрать самим. Просто вот начинаешь игру и первым пиком перед земелью забираешь. Все, минус проблема. Ну что, неожиданно для нас сравнялся счет. Давайте обсудим теорию. Теорию о том, что может случиться на третьей карте. Оранжи уже показали свою задумку, задумка не работает. Но Ньюби, две карты открываются с Найт Сталкера. Возможно ли это на третьей карте и что еще с этим Найт Сталкером можно придумать, если в миде он отлично сыграл? Ну, ничего не меняет. Бирать тот же пуш и просто давить. А на месте РНЖ нужно придумать, каким образом они не проиграют линии хотя бы в третьей игре. Ну, тот же пуш. Ты так это говоришь, несмотря на то, что в этой команде три перчатки покупаются в итоге. Да, но как тебе показывают игровые ситуации, если команда умирает, если кто-то фидит, если где-то ребята умирают, то можно и с четырьмя перчатками запушить, как это делали Эвил Джинниусы в своем матче против Вич и Гейминг. И тоже можно сказать, а за-за, там четыре мидоса куда они идут, но, кмон, там люди умирали на равном месте. Соответственно, здесь, если кто-то умирает, можно вообще не иметь слотов, просто пойти запушить, когда остальные герои мертвы. Я вижу проблем в том, что пушит с мидосами, если ты сильнее, если ты с мидосами сильнее, идешь и пушишь. Если ты с мидосами сильнее, идешь и пушишь. Это золотая... 15 тысяч преимущества. Это золотая табличка патча 7.21b. Это лозунг ЕГЭ на этом моменте. Ну что, посмотрим, кстати, как ЕГЭ сегодня сыграет. Это будет чуточку попозже. Это третье БУ-3 сегодняшнего дня. Ну а пока напомним нашим зрителям, что партнер нашей трансляции это CyberBuild от компании Siberian Wellness. Это серия суперфуда натуральных энерготоников и комплексных решений для здоровья геймера. На этом мы прервемся на небольшую паузу и вернемся к вам с обсуждением третьей карты Royal Never Give Up против Nubia.